Руководство Армении продолжает наступать на одни и те же грабли самомнения о якобы собственной независимой политике, которая, дескать, идет во благо армянскому народу. В действительности же это, конечно, не так. Ни на какое благо политика премьер-министра Никола Пашиняна не идет. Об этом в беседе с Минвалас заявил российский журналист и политолог Евгений Михайлов. По его словам, после подписания ноябрьских соглашений 2020 года Пашинян выдержал длительную паузу, решая вопросы о собственном переизбрании, играя с Россией и Азербайджаном в откровенные кошки-мышки. Обещая при этом полностью выполнить трехстороннее соглашение, прилюдно заявляя о том, что региону нужен мир, а Армении разблокирование границ, Пашинян, на мой взгляд, остался все тем же политиком, который изначально намеревался не соблюдать собственные обещания и продолжает делать буквально все для того, чтобы последние из активных армян покинули страну в надежде на лучшую жизнь в других странах, отметил российский политолог. При этом, по мнению Михайлова, попытки Пашиняна вывести Армению из блокады, используя при этом грузинские транспортные коммуникации, говорят, конечно же, о том, что все заявленные ранее гарантии выполнения ноябрьских соглашений являются очередными армянскими сказками, не имеющими ничего общего с действительностью. В этом смысле политолог задается вопросом, реальны ли в таком случае надежды Пашиняна и готова ли Грузия пойти навстречу Еревану, в ущерб возможного в этом случае ухудшения отношений с Азербайджаном и Турцией. И, по словам Михайлова, ответ скорее отрицательный, так как экономический потенциал указанных стран в самой Грузии несоизмеримо больше, чем любые иные проекты с Арменией. Поэтому, по его заключению, у Еревана нет иного выхода, кроме как соблюдать достигнутые договоренности, и только уже после их выполнения Армения может рассчитывать и на совместные проекты с Грузией. «Я искренне переживаю за армянский народ, который, на мой взгляд, в своих ожиданиях светлого будущего будет вновь обманут интригами Никола Пашиняна», отмечает российский политолог. Сами интриги, по его словам, налицо и они очевидны правительству Армении, вместо того, чтобы уже идти по пути деконфронтации с Турцией и Азербайджаном, при уже созданных для этого условиях и договоренностях, пытается втянуть в регион Францию и США. Играет Пашинян по его убеждению, в том числе и на том, что эти страны являются членами Минской группы ОБСЕ и остались у разбитого корыта, после того, как Россия взяла на себя основную роль модератора миротворческого процесса по урегулированию Карабахского конфликта. Как убежден эксперт, все попытки Еревана избежать налаживания добрососедских отношений с Анкарой и Баку, могут обернуться для него полной потерей государственности. И здесь дело не в новой войне и не в том, что Армении бросится помогать иные игроки. Может наступить такой момент, когда население республики в поисках лучшей жизни и не дожидаясь печенек Пашиняна, сделает свой окончательный выбор в пользу массовой эмиграции, и сама страна просто станет территорией для заселения тех, кто сможет на ней жить и развиваться, резюмировал наш собеседник.